Алатарский район стал победителем конкурса муниципальных районов и городских округов на право проведения Дня Республики. Уже с сентября прошлого года в селе Старая Айбеси кипит работа. К празднику село преобразится. Сейчас жители своими силами возводят этнокомплекс под открытым небом. О том, какие сюрпризы еще готовят айбесинцы в нашем сюжете. Вот эта территория в 5 гектаров еще совсем недавно была заброшенной. Здесь паслись коровы, рядом же горы мусора. Чтобы облагородить лесопосадки, жителям пришлось провести не один субботник. Решение обустроить на этом месте этнографический парк принимали вместе. Так как у нас район разнообразный, особенно по национальности, это у нас в районе где-то 62% русские, 24% чуваши проживают и где-то около 15% мордва проживают. Мы живем дружно в протяжении многих лет, когда ничего не делим, живем одной огромной семьей. Мы стали уже строить деревню Т-16, вот сейчас в этих двориках, которые вы видите. Это как бы будет каждое сельское поселение представлять самобытное свое. Кто-то будет плести лаптик, кто-то будет вышивать, кто-то. Все в деревянном стиле, так как мы у нас где-то 67% лесного фонда Алатарского района. Жители трудятся почти без выходных. Кто-то укладывает крышу, кто-то обустраивает фонтан, кто-то готовит площадку под пруд. Кстати, по форме водоем будет напоминать очертания села на карте. К празднику обесницы обустроит даже этот овраг. Вот здесь на склонах установят лавочки, в виде амфитеатра. А внизу, где сейчас деревянные столбики, будет обустроена сцена, где будет потом выступать народный театр. Мы надеемся, что это будет сказочно красиво, потому что тут у нас природа, видите, как красиво все. Зелень вокруг, как говорят, не хуже Парижа и Лондона. Но хочется хотя бы здесь был такой центр культурный, чтобы молодежь пришел, собирался, посидел, планы строил, влюблялись хотя бы, седание назначили. Подумали и о детях. Специально к празднику в селе решили открыть большой парк. Сейчас там готовятся устанавливать деревянные фигуры сказочных персонажей. Мастер по дереву Константин Смирнов вырезал их из Тополя. На работу ушло меньше полугода. Помимо сказочных скульптур, здесь вот стоит скульптура как бы чувашского идола Сыхча, который мы установим на въезде в село со стороны Баттерского района. Как бы он двуликий. С одной стороны Пагатырь, Паттер, с другой стороны Сыхча. По мнению вот этого специалиста, Смирнова Константина, он сказал, что в республике таких фигур нет. Он давно уже этим занимается, несколько лет. Вся эта красота делается ведь не для одного человека, а для всех жителей села. Чтобы люди, жители нашего села, как бы оставаясь жить в деревне, видели эту всю красоту и наслаждались. И гордились, естественно, нашим телом. Муниципалитету на подготовку к празднику выделили 10 миллионов рублей из республиканского бюджета. Часть средств будет направлена и на ремонт дорог. Ведь даже судя по этим кадрам, которые мы сняли на мобильный телефон, когда ехали на съемку, добираться до села Старые Айбейси на легковом автомобиле, ой, как непросто. В Талатовском районе у нас 127 километров республиканских дорог. Вот 10 километров, которых мы представляли правительство, что у нас находится в неудовлетворном состоянии. На сегодняшний день Дортех выиграли эти 10 километров на 112 миллионов рублей. Но они, правда, на два года. Но подрядчик сказал, что в этом году до праздника успеет завершить капитальный ремонт. До праздника ровно месяц. Айбейси уверены, что проведут его на должном уровне. И их этнокомплекс понравится всем гостям и станет еще одной привлекательной точкой на туристической карте Чувашия. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.